Мы должны понимать, что нам троллейбусы не нужны, мы ничего ремонтировать не хотим, мы хотим отдать все частнику. Понятно. Но тогда мы понимаем, изучая опыт других городов и других областей, уже давно пришли к выводу. И вы мне сами говорите, если мы все отдадим частнику, это гиблое дело. Потому что частник вам завтра будет диктовать условия. Понимаете? И это превратится тогда уже в коллапс. Поэтому все областя, где отказывались от муниципального транспорта во времена безденежья, во времена развала, пришли к тому, что необходимо усилять муниципальный транспорт. А мы с вами уходим все хуже и хуже. Вот то, что мы с великой транспорта сегодня встали, говорит, у меня заключен договор с компьютерщиком. Но он сюда не едет. Больше захватить, если проблема есть в обслуживании транспорта. Ну мы все, ну я так понимаю, Сергей Евгеньевич, вы имеете техническое образование, инженерное. Мы понимаем, если тревогу ремонт не проводить, любая машина, вот они журналисты, задают вопрос. А они денежки каждый раз. На свой смартфон тратят, на свою камеру тратят, на ремонт, на обслуживание. Потому что на их форме. Они понимают, если не вкладывать в это, то завтра это все встанет. Так же и здесь. Поэтому я не понимаю, Сергей Евгеньевич, когда смысл встречаться в этом формате, я выслушаю людей, я только приехал, чтобы людей выслушал. А дальше давайте в другой формат встречаться. Давайте приглашать прокурора, уже коллектив дергать не будем. Давайте будем этот разговор поднимать в губернатора, если надо. Я готов в нем принимать участие. Но мы сегодня, я не вижу в Балакова, развития транспортной инфраструктуры. Это все хорошо. Раньше, прежние отговорки, товарищи руководители, они сегодня не проходят. Когда мы ссылаем, что у нас плохие дороги, у нас денег нет, у нас на то не хватает, у нас на это. У нас сегодня все заменило федеральным бюджетом. Я еще раз вам говорю, возьмите отдельные проекты и занимайтесь глобализацией. Возьмите проект, за что город отвечает. Транспорт, тепло, свет, коммуналка и собаки. Все. Вот за это отмечает муниципалитет. Период, когда за все хватаемся, он уже завершен. Потому что отговорка, что денег нет, она закончилась лет пять назад. И уже каждый, даже житель убедился, что финансирование достаточно. Нужно просто исполнять свои обязанности. Нам в Балакова нужно пересматривать, давно уже было, порядок движений. Потому что новые микрорайоны вводятся, а у нас в транспортную систему они не завязаны. У нас новый мост Победы ввелся, а новый мост Победы в транспортной логистике не был завязан. Потому что у него не было этого моста. Понимаете, да? Такие сутки мы не хотим. И они же должны просто, они просто спрашивают. Мы должны понимать, сколько машин должно у нас работать, чтобы зарабатывать и чтобы обеспечивать жителей транспорта. Если мы убираем хотя бы часть маршрута, либо какое-то количество автобусов у нас не выходит на линию, вы не представляете, какое обращение жителей идет в сторону администрации и в сторону перевозчика. И говорится о том, что он дублирует что-то. Каждый маршрут отрабатывался согласно той схеме, которая строилась в городе Балаково. Если кто-то говорит о схеме, неоднократно собирались совещания. Сейчас ищем 10 миллионов рублей для того, чтобы полностью пересмотреть схему движения города Балаково. Смотрите, первое. Построен мост Победы, который у нас задействован. У нас строится 3-й Г, 3-й В микрорайон. У нас строится еще ряд микрорайонов, где необходимо, кстати, общественный транспорт. Если вы сейчас говорите, понимаете, пытаетесь взять на форум с вами, да, дайте там еще 5-10 машин, 15-20. Абсолютно правильно. У нас контактная сеть не позволяет захватить весь город. Можно поставить еще туда 10 дополнительных машин, а что сказал Владимир Иванович. Только эффективность от этого у нас, к сожалению, не будет. И мы не сможем переводить то количество людей, когда у вас в каждом автобусе в троллейбусную съездят водитель и 3 пассажира. И говорим о чем мы? О том, что у нас это экономически не совсем правильно. Если говорить о развитии предприятия, я надеюсь, что в будущем мы сможем пополнить наш транспорт фазиками, возможно, троллейбусом в какой-то степени. И рассматривать систему движения в комплексе. И надо смотреть точечно. Знаете, как вы сказали, нам необходима линия освещения. Да я понимаю, что нам необходима. И вот сейчас смотрите, у нас там есть две троллейбусных остановки, где там нет освещения. Более 6 миллионов потратить рублей на эту линию, у меня, к сожалению, нет финансовой возможности. Причина. У нас есть многодетные, у нас есть жители в городе Волоково, которые не получают полностью освещения. Мы смотрим целостно, куда необходимо потратить эти деньги. А сказать так, всех раскритиковать, что мы не делаем ничего, на самом деле сделано очень много. Здесь о другом разговоре. Вы его, может быть, не до конца... Я понимаю, как вы сказали. Они нам говорят, и я сейчас вижу, как человек со стороны, дайте тогда схему развития транспорта в городе Волоково. Где нам нужно увеличить электросеть, чтобы по ней ходило нужное количество троллейбусов. Какие у нас есть, какой будет обновляться, понимаете? Вот о чем речь.